Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами снова Асхат Харилов. Тема бритьё моё. Плейлист называется Мир Бритв. Сегодня мы протестируем одноразовые лезвия Astor Big Brand Two Blades Sensitive Skin. Два лезвия для чувствительной кожи. Ну, посмотрим. Это оправдано. Когда у вас нет времени на классическое бритьё, то есть вы в командировке. Я недолгой в командировке ездил. И вы знаете, каждый грамм с собой тащить неохотно. Вот те аксессуары, которым у вас забито, в ванну обычно, вы с собой не попрёте. И сегодня нам поможет МК Мэн, этот бренд Америки, который мне предоставил мой коллега Нелли. Нелли, привет и большое спасибо. Вот в этом случае оправдана баллонная пена с собой. И, то есть, чтобы не тащить помазок, вот это всё, к тому же, если помазок и всё, это достаточно дорогое, вы можете потерять с багажом где-нибудь в аэропорту. Значит, цена 700 тенге в долларах, доллар 6 центов, в рублях 127 рублей. В описании я это цены продублирую, короче, короче, вот. То есть, в таких случаях я считаю оправданным. Вот, знаете, там есть такие критики, я бы их не назвал злобными. Ну, на каждый роток не накинешь платок, типа, вот классическое бритьё или никакого. Ну, такой подростковый максимализм. Значит, станочек, похож чем-то на эти джилетовские, которые по божеской цене. Вот, лёгкий, естественно, это же пластик. Вот, ну, ручка так вот с ребрами, чтобы не скользила, чтобы не скользила, когда это... Вмыли, короче, руки. Вот. И тут вот защитная крышка. В общем, побреемся. А, да, даже если вы в командировке, вы спешите, куда-то рвёте копытка, говорит, мой друг, уже копыта сточили, а подковы потеряли, то перед процессом бритья, вот сейчас ещё раз сделаю, я всё-таки вот тёплой водой такой почти горячее лицо сматал. Кожу надо подготовить. То есть, чтобы, вот, ну, я не думаю, что вот эти вот там 5 минут сыграют какую-то роль от того, что вы прям там дико спешите. Обязательно надо эту баллонную пену встряхнуть. Вот. Короче говоря, речь идёт о случаях, когда мы ограничены. Мы не можем взять с собой, там, знаете, несколько видов одеколона, помазки, чаши. Ну, и к тому же, если они у вас такие брендовые, вы можете их разбить, потерять. Короче говоря, вот такой небольшой массаж, кстати, даже командировки, я рекомендую. Вы, вот, в прошлый раз вот эта пена, она, короче, скольжение дала, когда? Когда второй или третий раз я её нанёс, и она пропиталась, короче говоря. То есть, сделать такой массажик, как бы вы не спешили. Ну, и мы исходим из того, что мы в командировку не взяли помазок, не взяли чашу, вот. Мы купили где-то лезвие. А, да, господа товарищи, Греция, производство Греция. Эх, мои друзья туда ездили, апельсины, говорит, вкусные. Вот. Короче говоря, вот, подготовили перед этим кожу. Я ещё, это, горячей водой, короче, подготовил. Итак, приступаем. Мы имеем в виду, что это, как бы, крайний случай. Ну, не дураки же придумали. В некоторых случаях мы не можем с собой таскать... А, да, я чуть-чуть пошучу. Нет, конечно, если вы человекобеспеченный, и за вами чемодан носят ваша прислуга, то тогда, ой, вы можете взять с собой все аксессуары. Ну, тут даже не обсуждается. Это вот фильмы видел, там какой-то англичанин путешествовал, короче. Так у него целый чемодан был. Причиндалов, мне нравится, это для бритья. Вот. А так, если вы человек работящий, загнанная лошадка... А, да. В общем, конечно, конечно, никакого такого гладкого, идеального бритья нет. Почему? Ну, потому что, ну, всё забивается. Вот, вот ещё раз, вот к этим инженерам и конструкторам. Ну, вот надо вот эти вот щели, вот это расстояние между лезвиями, тут их два, и корпусом этого вот станка делать побольше. Ну, тут их вообще почти не видно. Всё забивается, и просто он уже вот раз, два, на третий раз он уже не бреет. И дело уже в данном случае не в пене. Вот. Да, да. Всё, всё, забилось, короче. Вот, вот главная претензия. То есть, если хотите, чтобы покупали, я вообще считаю, что видеоблогеры делают, ну, не все, конечно, а те, кто более-менее стараются быть объективными, одно великое дело. Мы пытаемся улучшить, вот через критику, ну, что-то мы хвалим, улучшить то, что нас окружает в быту, в жизни. Всё, забилось моментально. Кстати, вот тут вот горячая вода, тут уже меня не упрекнут, это же одноразовый станок, что там лезвие испортится. Вы такие, сударь, не экономны. Вот. На выброс всё равно оно. Короче говоря, надо улучшать. И я не такой ярый противник. Понятно, пластик засоряет планету. Это без вопросов. Но в некоторых случаях, знаете, там, вот вы рванули в командировку, да даже в гости, там, на 2-3 дня, там, не знаю, куда-то, на неделю. И забыли. И станок свой бритвенный, и лезвие. Короче, усё забыли дома. Вот для этих случаев. Вот. Но всё-таки постараемся получить удовольствие. Помазка нет. Пятернёй. Размажем и пропитаем. Ну, вот, я один раз прошёлся. Конечно, всё лицо в щетине. Ничего, ничего не сбрило, короче говоря. А, да. Может быть, это, там же написано для чувствительной кожи. Может быть, поэтому особо и не бреет. Ну, придётся пройтись не один раз. Ладно. Посмотрим. Так. О, хорошо, что чаш с водой. Теперь, ну, давайте поперёк. То есть, будем адекватными критиками. Есть случаи, когда у вас нет иного выхода. Вот. Вы же не будете в гостях просить, там, чужую чашу, чужой помазок, короче. Ну, в конце концов, это не гигиенично. И, типа, говорить, что вы, Сир, Милорд, привыкли к классическому бритьё. И не пойдёте на балл маскарад, пока вам не предоставят всю. Нет, конечно, там, я слышу такой случай, короче, Брэд Питт. Какие-то съёмки, он где-то в лодке что-то плывут. А у него там контракт был, условия, короче. Там был человек, который, ну, вот при нём, в общем, ну, если честно, как прислуга или статист, не знаю. И он захотел курить. А нет, сигарет там до берега метров пятьдесят плыть. И вот этот вот бульк поплыл, в пакет ему запаковали сигареты, он Брэду Питту принёс. Тот там пару затяжек и бросил воду. Кто-то критикует, но это было прописано в контракте. Вот захотел известный артист покурить. Райдер, да, это называется, эти его условия, кажется. Вот, извольте выполнить. Но я про классическое бритьё. В некоторых случаях нет, нет у нас возможности, как бы, соблюсти. Короче говоря, ну, не хочется сильно оскорблять, люди же делали. Но отвратно, бреет отвратно. Приходится давить, давить. Вот тяжёлые станки классические, их, кстати, и давить-то не надо. Они сами прилегают. А, кстати, насчёт этой пены. Чем она мне понравилась? Я не любитель баллонной пены. Но как некий вариант, когда нет выхода, у ней парфюмерная композиция почти не чувствуется. Она не навязчива. Вот в советское время было мыло детское, гипоаллергенное, что ли. Короче, у него аромата почти не было. Это дело для чего? Хуже детей, короче, даже чувствительно, чтобы не было никаких аллергических реакций. А вот то мыло, которое делали для взрослых, например, хвойное, оно зашибало. Теперь против шерсти, против роста волос. Короче, снизу вверх. И мне нравится в этой пене, так она не очень густая. Вот когда я взбиваю классический, то там да. Я, кстати, хотел в пример привести некоторые эти виды мыла для взбития. Там турецкое мыло у меня есть в виде вот этого карандаша или стика в арку. Оно, короче, мне не понравилось тем, что, ну, может быть, мне сказали, оно выветрится должно. Может, его там разбодяжить, вбить в чашу, натереть с другим. Но оно, короче, мне кажется, на мое скромное мнение, зашибает. Вот мне такое не нравится. Вот табак оригинал. Мне это, спасибо, Ринат, уже я все это мыло истратил. Он мне там натер, поделился. Оно тоже вот ароматное, но вот не всегда прям по настроению. Ну, еще, что там со временем. Короче, есть порезы на лице. Вот, но я не готов сразу обвинять этот станок. Может быть, кожа была не очень хорошо распарена. Я, кстати, не стал распаривать. Я вообще не представляю, как там в командировке. Короче, если вы реально там не отдыхать приехали, а работать, у вас есть время там полотенца намочить, наложить на лице свое. Сомневаюсь. Опять по росту пройдемся. Приходится давить достаточно сильно, вот, чтобы тщательно побриться. Ну, допустим, вы контракт идете подписывать. Надо быть побритым. Там же, типа, это... Ну, короче, так как вы гость, приехали, там будут вас разглядывать. Вообще, что за чувак приехал. Особенно, кстати, есть такой синдром, не в обиду провинциалов. То есть, если человек приезжает, например, из столицы или из более крупного государства, то в нем пытаются таки найти недостатки. В том числе, вы знаете, он был плохо выбрит. Он нас не уважает. Он пришел подписывать контракт в мятой рубашке. У него был немодный галстук. Но самое главное, он был плохо побрит. Или выбрит, как правильно. О! Так, ну, харе уже по времени. В общем, берем чашу рыцарскую. Ну, понятно, что в этой гостинице... Я не думал, что вы едете к гедуинам, где будет... Где он... Ой, мне смешно стало. Когда вам тазик дадут умываться, это, конечно, экзотика. В гостинице, я надеюсь, у вас будет этот, как его... Ну, короче, раквина, вода. Речь не об этом. Значит, так. Давайте мы этот... Были эти... Чуть искал ранения. Порезы, короче. Ой, что-то меня развеселило это бритье. Давайте обработаем, короче. О-о-о-о. О-о-о. Сделаем массаж. Кстати, в конце концов, это было мучительно. Так, я уже привык к классическому бритью. Но все-таки этот станок... В Греции есть все. Фразу вспомнил. В Греции есть все. Фильм какой-то. Там чувака что-нибудь спросит. А в Греции, говорит, там это есть. Он говорит, в Греции есть все. В Греции есть вот такие станки. Он очень ужасно брил. Это было, конечно, мучение. По сравнению с танком Эдвин Джаггер. Но результат превзошел ожидания. В общем, побрил он хорошо. Но это было мучительно. Почему я стал сторонником классического бритья? Ну, наверное, это нужно иногда делать, чтобы еще раз оценить классическое бритье. Как это здорово. Распарить кожу. Подготовить, чтобы не было порезов. И тому подобное. Смех, конечно, у меня нервный. А да. В 10-бальной системе я ему поставлю все-таки 8. Даже 8,5. Потому что, в принципе, побрило. Ну, хорошо. Но приходилось сильно давить. Очень-очень. А, да, полоскать все время. Товарищи изобретатели, инженеры и конструкторы. Может, короче, забиваются, забиваются эти щели. Неужели вы не смотрите видеообзоры? Надо, наверное, было еще титры на греческий перевести. Надо прислушаться к блогерам. Мы ваши потребители. Мы озвучиваем мнение. Ну, не всегда в последней инстанции. Но все-таки так еще обработаем. В общем, вот так на ощупь хорошо, гладко выбрился. Но по росту, поперек, против и еще раз поперек. Вот сколько раз пришлось пройти. Вот. А, да. Одеколонился сегодня. Турецкий одеколон номер 4. Я сегодня магазин видел номер 3, номер 2 и что-то там номер 1. Может быть, средства куплю. Использовали пену. Спасибо, Нелли. Нелли, спасибо, моя коллега. МК Мэн, Мэри Кей. Оправдано, оправдано в командировке, когда вы спешите и тому подобное. В общем, меня повеселило. Это была чуть-чуть экзекуция. Но результат произошел ожидания. Ну, главное, когда вы будете сидеть на этих переговорах, никто не скажет, что вы не уважаете другую сторону и плохо побрились. Если вам понравилось, оцените видео. Подписывайтесь на мой канал. Будет много новых интересных видеообзоров. Счастливо.